Сынок, все, он захотел с самцой пообедать и ею и пообедал, а я хочу суп, я себе налила и чаю заварить охота. Прямо у меня жажда. Еще на прошлом видео говорила, и пока здесь хожу, чтобы он суден, думаю, заварил чайку. Последние 10 минут. Чайничек поставлю, пока поем, это как раз заварится. Отлично. Слушайте, сюда почти литр, что ли, влазит, да? Или сколько в этот чайничек, я не помню, но много. Ну, говорит, сердце культ. Сынок, мне говорит, тебе таблетки принести, да нет. Пока я еще даже ни разу не пользовалась такими таблетками, я не знаю, что это за таблетки. Да я вам скажу, что это такое. Это просто где-то чуть-чуть меня просквозило, как обычно, такое состояние. Ну, ничего страшного, даже не думайте об этом. И еще и жажда вовала ко всему. Супчик-то я себе налила. Ням-ням. Я еще достала у меня свеклу, в холодильнике была, помните, делала. Ой, маринованная, которая с уксусом, с чесноком, она хранится может очень долго, реально. И хея достала. Хея тоже очень хочется. Сейчас сначала поем суп, а уже все остальное, витамины уже после того, как поем. Всем приятного аппетита. А Костя снова крутит ноги, руки, вот это все. Хотя погода вроде ничего, согласитесь. Ну, по крайней мере, у нас, у нас солнце такое светит на улице, красота. Видите? Ну, плохо, конечно, видно, но что светло. Бывает прям такое ощущение, что пасмурно. Приятного аппетита. Ммм. Легенький какой супчик. Хотя я себе хлеб так отрезаю по толщине. Оп. Мои не любят, когда кусти мяса плавают. Ммм. Захотят будут, если захотят. Ну, не знаю. Пусть не едят. Куриная. Сами знаете, кто. Моя любимая часть. И эту свеклу, кстати, тоже ем только я. Ммм. Промариновалась прям сто раз уже остренько. Ох ты. Что ж, мой? Морж. Сладкая-сладкая. Что у меня здесь? Кто-то, значит, наликло, может, на экране что-то. Кажется, как будто наликло. Ммм. Ммм. Я не могу жить без супа. Без жидкого. Лена мне вроде говорила, что она будет делать крылья киевси сегодня. Надо посмотреть. Я не умею. У меня там есть курица. А я ее буду готовить на вечер. Однозначно. Винегрета захотелось. Сверху поела. Надо сделать. Скоро начнется у меня. И рыбу сегодня надо тоже засолить. Я целую рыбину вчера купила. Она у меня лежит в этом отделе, где ноль. А с ней решение произойдет. Я не волнуюсь. Просто лучше сразу ее обработать. Вчера я этого не сделала. Я поперлась крылья. А сегодня вариантов нет. Время 3 часа дня. Вот вроде еще ничего не делала. Пол у меня прошло. Не знаю, в 5 что ли вставать, чтобы у меня 2 часа тишины к 7 проходили. Чайчик закипел. Вчера купили батончики и халу. Я еще ни одного батончика не съела. Я их так люблю. Раньше вообще не могла понять, как их едят. У меня зять их обожает. Я говорю, как ты этот пластилин жуешь. А потом мне Виталий говорит. Возьми в рот батончик. И не жуй. Просто подержи во рту, пусть тает. Говорит, ну, раскушай. Так, типа, помусоль. Я попробовала все, я поняла. Я не поняла, как я до этого не догадалась раньше. Это очень вкусно. А потом началась череда этих батончиках. Я их ела, как не в себя. Это было прошлом летом, по-моему, или позапрошлом. Угу. Я Лене говорю, Лена, закончится когда-нибудь я именно емся? Она говорит, да. Я не верила. Я каждый день лопала эти батончики. Хорошо подотпустила. Треснула бы по швам. А так же нельзя. Сейчас давай поженимся, начнется через 10 минут. Будем сплетничать. Я прямо хочу. Вчера я не смотрела же, вроде бы. Угу. Сегодня я не пропишу. Шторку ванной еще повесить надо сегодня. Та шторка телепается. Раз новую купили уже, то все это надо выкинуть. Не будет она мне там висеть. Она мне, честно говоря, уже глаза намазолила. Давно я вынашивала план, как от нее избавиться. Ну, кстати, что во мне есть. Вот не терпячка купить есть. Мне прям, если захотелось, вот мне надо, понимаете, прямо сейчас это сделать. А вот носить вещи. Вот мне захотелось что-то купить. Обувь какую-то. Я ее купила. Но я могу спокойно ждать там до сезона. Да, не надеваю. Или вещь какую-то. Оставить, и она у меня лежит. Так, вот так. Почему желание здесь и сейчас купить есть? Это шопоголик называется, наверное. Да, именно купить мне надо. А потом она у меня может лежать новое. Я вам даже больше скажу. Я могу не сделать распаковку. Как вот сейчас. Мне говорят, типа, когда распаковка? Когда распаковка? А меня она не тревожит. Она лежит себе. Понимаете? Почему так? Это, наверное, шопоголизм. Именно потратить бабки. Ой, как вкусно. Свеклу тоже доела. Острая. Во рту пожар настоящий. Это чистый чеснок. Я сейчас лукаю. Горит. Пламенем все. Синим. Хорошо супу осталось. Утолит этот пожар. Вкусно. Сейчас чай налью. Сяду и буду. Смотреть передачу. Как я раньше бабушка с дедушкой, когда приезжали, я к ним приезжала. Я не понимала. Думала, какие они передачи смотрят? Чего вы там смотрите? Неинтересно. Особенно помните «Играй гармонь» любимая была. Для меня это был самый адский день. Когда я... Они включали телевизор в воскресенье, по-моему, или в субботу, я не помню. И там «Играй гармонь». Я проклинала все. Думала, ну почему они это смотрят? Это такая нудистика. Не могла это переносить. Это, наверное, единственная передача, которая меня так бесила. Она мне казалась вечная. Эй, как назло, именно в этот момент никто не выходил гулять, и мне приходилось сидеть и смотреть эту «Играй гармонь». Сейчас сама смотрю всякую фильм. У меня Света Слава говорит, иногда мам переключим, я говорю, у тебя свой телевизор есть. А тогда же был один телевизор. Но в моем детстве один. Это хорошо, что он есть. Понимаете? Хорошо, что он не черно-белый. А здесь я говорю, у тебя свой телевизор есть, телефон есть, компьютер, вон там, смотри. А мамочка здесь свои старческие эти развлекушечки будет делать на кухне. Ладно. Пойду чайку налить, друзья мои. Приятного аппетита. Сейчас. Пять минут осталось. Пять минут. Пять минут. Пять минут. Продолжение следует...